приветствуем вас на канале мясорубка свежие новости подъехали начинаем крутить фарш занимавшийся разведка в черном море mq4c в мс сша подал аварийный сигнал перед посадкой на сицилии свидетельствует данные мониторингового ресурса радар бокс mq4c с позывным black cat 6 находится в разделе со списком воздушных судов которые в последние дни подавали аварийный сигнал согласно треку после разведывательного полета на черным морем в черное море в пятницу днем беспилотник вернулся на военно-морскую базу нато сиганелла расположенную на сицилии на подлете к италии по данным радар бокс mq4c подал через транспортер код 7700 который по стандарту и као означает аварийную ситуацию на борту около 19.00 по мск бпла совершил посадку на базе на сицилии помимо радар бокс о подаче аварийного сигнала беспилотникам также сообщили специализированные боты соцсети x согласно нормам и као в список стандартных аварийных кодов ходят 77 00 основной аварийный код 76 00 сбой связи 75 00 захват воздушного судна mq4c трайтон разведывательный бы пола большой дальности разработан для вма сша на базе стратегического беспилотника rq9 global have а тем временем правительство кубы не одобряет заход американской ударной подводной лодки uss хелена военно-морскую базу сша в кубинском гуантанамо заявил замглавы мид республики карлос фернандес де кассио его слова приводит издание куба дебейт мы знали об их присутствии потому что в соответствии с процедурами которым мы следовали годами сша информировали нас заранее но очевидно нам не нравится присутствие на нашей территории и транзит через наши воды средств такого рода принадлежащих державе которая проводит официальную практическую враждебную политику в отношении куба сказал он разнородная тактическая группировка из четырех судов включая суда обеспечения которые на этой неделе отрабатывали в атлантике применение высокоточного ракетного оружия вошла в порт гаваны с официальным визитом который продлится с 12 по 17 июня планах российских моряков встречи с командованием в мф кубы и губернатором гаваны посещение исторических и культурных мест как уточнялась речь идет об атомной подводной лодке казань бригаде адмирал горшков танкеры снабженцы академик пашин и спасательном буксире николай чекер в дни визита российских судов на военно-морскую базу сша в кубинском гуантанамо прибыла подводная лодка юсс хелена в южном командовании это объяснили выполнением рутинных задач cbs news со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил что корабли в мс сша будут следить за этим визитом один из собеседников телеканал уточнил что в вашингтоне не рассматривать ситуацию как угрозу но американские корабли развернут для слежения за русскими при этом по информации abc news пентагон пытается преуменьшить значение прибытия российских военных кораблей на кубу дорогие друзья еще один наш канал на ютюбе удалили из-за патриотической позиции нашей редакции и мы боимся что и этот канал скоро может попасть под санкции запада чтобы не потерять наш контент приглашаем вас подписаться на наш канал на бусте там вы найдете новости сразу со всех проектов в одном месте и к тому же без цензуры ждем вас на нашем канале ссылка в описании а мы продолжаем депутат госдумы член комитета по безопасности михаил шеремет назвал редким хамством требования лидеров стран большой семерки к россии выплатить деньги за якобы нанесенный ущерб лидеры стран g7 потребовали от россии выплатить 486 миллиардов долларов за якобы нанесенный ущерб говорится финальном заявлении саммита g7 в италии удивительное от них исходит требования с их стороны это редкое хамство и цинизм и у них еще хватает наглости что-то требовать от россии сказал шеремет строго говоря точно так же россия может позвать иран северную корею белоруссию афганистан ливию ирак и вместе начать судить кому сколько должны нидерланды сколько задолжала бельгия за свои фокусы в конго и прочие милые европейцы которые якобы покаялись и якобы изменились вот только продолжают рассуждать про цветущий сад и дикие джунгли а заодно про свое бремя нести демократию во все страны мира как отмечал председатель комитета совета федерации по международным делам григорий карасин выдвигаемые требования о компенсации ущерба носят демагогический характер а тем временем испания в апреле возобновила импорт российского железа и стали после трехмесячной паузы следует из анализа данных европейской стат службы мадрид прекратил регулярные закупки этого металла у москвы в декабре 2023 года и держал паузу до апреля середине весны покупки возобновились было ввезено 21 тысяча тонн этих металлов на 8 миллионов евро кроме того страна резко нарастила закупки алюминия в полтора раза до 13 миллионов евро а также почти в два раза увеличила ввоз титана из россии до полутора миллиона евро в целом взаимная торговля двух государств сократилась в апреле на 14 процентов до двухсот сорока восьми миллионов евро из которых 177 миллиона приходится на российский экспорт а 70 миллионов на испанский напомним что евросоюз в целом увеличил в марте закупки российских железа стали и алюминия в основном это произошло благодаря кратному росту спроса страны бельгии и германии следует из данных европейской статистики так москва в марте стала вторым основным поставщиком железа и стали в евросоюз нарастив экспорт в одну целую семь десятых раза в месячном выражении до 320 миллионов евро это стало максимум с мая 2023 года когда страны объединения закупили этих металлов на 369 миллионов евро главным покупателем стала бельгия которая за первый месяц весны нарастила закупки в три с половиной раза до 130 миллионов евро это стало крупнейшей закупкой для страны с июня 2022 года италия нарастила закупки на четверть до 85 миллионов евро а дания на 30 процентов до 35 миллионов евро пятерку крупнейших покупателей также входят чехии и нидерланды одновременно венгрия возобновила покупки после четырехмесячного перерыва закупив железо и стали на 13 миллионов евро то же время поставки алюминия выросли на 29 процентов месяц к месяцу до 91 миллиона евро что стало максимум с октября прошлого года прирост произошел за счет наращивания покупок германии в пятеро до 22 с половиной миллионов евро также активно наращивали импорт испания и польша и на этом фоне издание national interest пишет что пришел конец эпохи мягкой силы даже несмотря на то что жесткая сила оружия и армии возрождается на мировой арене культивирование использования мягкой силы по-прежнему будет актуальным 21 веке хотя обозреватель издания нашел интерес профессор гарварда жозеф на и полагает что эпоха ее закончилась конфликт в европе и война в секторе газа показывает что сила оружия вновь в моде это становится едва ли не единственной тактикой мягкая сила это способность влиять на других посредством привлечения они принуждение или оплаты она актуальна как войне так и в мирное время 30 лет назад распадом советского союза усилением интеграции в европе и моментом однополярности америки перспективы межгосударственной войны казались низкими некоторые наблюдатели утверждали что эпоха жесткой силы идет на убыль и мир вступает в эпоху мягкой силы краткосрочной перспективе мечи сильнее слов но в долгосрочной перспективе слова направляют мечи если я могу заставить вас сделать то что я хочу мне не придется заставлять вас сделать то чего вы не хотите если страна представляет ценности которые другие находят привлекательными у нее меньше потребности в кнутах и пряниках жесткой мягкой силы иногда противоречит друг другу но когда они умело сочетаются притяжение становится мультипликатора влияния полагает профессор политологии к военному решению прибегают потому что это может дать быстрый результат в отличие от способа убеждения как известно последствия медленные косвенные и в краткосрочной перспективе это не самый важный источник импульсов для внешней политики однако игнорирование или пренебрежение мягкой силы является стратегической и аналитической ошибкой эксперт вынужден признать что мягкая сила как таковая актуально и даже полезно но она уходит в небытие поскольку вновь заговорили пушки вернуться к чему-то более медленному и не такому эффективному дипломатом крупных влиятельных держав будет очень сложно а нам дорогие друзья надо теперь прерваться и разгрузить новую партию новостей для вас чтобы приготовить завтра еще свежего фарша